Здравствуйте! Это программа День города в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Там, где мусорят, количество несанкционированных свалок увеличивается. Не искупаться и не подойти проблемы Рязанского пруда. Обучение, развитие и защита в регионе прошел форум гражданского общества детям. При вступлении в должность президент России Владимир Путин подписал программу развития, которая предполагает в том числе и ликвидацию в стране всех выявленных несанкционированных свалок в границах городов к 2024 году. Однако полигоны, работающие санкционированно, не всегда действуют в рамках российского законодательства. Таких примеров немало, в том числе в Рязанской области. Проблема несанкционированных свалок стоит в регионе остро. За последнее время удалось ликвидировать порядка ста стихийных свалок. Не менее больная тема – полигоны. Они вроде бы работают санкционированно, но часто с серьезными нарушениями. Напомним, в начале мая представители природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и судебных приставов побывали на полигоне твердых бытовых отходов, который расположен в нескольких километрах от села Алешни Рыбновского района. Сразу стало ясно – нарушений здесь немало. На месте были взяты пробы для проведения биотестирования и определения класса опасности. Проверка выявила, что там находятся отходы, которых быть не должно. На Рыбновской свалке размещаются автопокрышки, другие отходы, которые образуются при шиномонтаже. Также эти отходы не включены в лицензионные условия, то есть эти отходы на Рыбновском полигоне размещать запрещено. Еще одна свалка, где обнаружили серьезные нарушения, расположена в Шиловском районе. На Шиловской свалке размещены помимо твердых коммунальных отходов, которые образуются в жилищах, и сходные отходы тем, которые образуются в жилищах, также производственные отходы, в частности, иловые осадки, которые образуются на очистных сооружениях предприятия, промышленного предприятия, которое осуществляет производственную деятельность, которые отнесены к четвертому классу опасности. Помимо всех прочих нарушений было выявлено, что на Шиловском полигоне не проводят мониторинг влияния отходов на окружающую среду. Это делать обязаны все собственники полигонов. Все, что находится на свалке, не должно наносить ущерб окружающей среде и причинять вред здоровью населения. Мария Руда, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Год экологии прошел, однако за экологической обстановкой в городе приходится наблюдать. Состояние воздуха, зеленых зон и прудов порой оставляет желать лучшего. По словам старожилов, раньше во многих водоемах города можно было купаться, а сейчас к ним опасно даже подходить. Об одном из таких смотрите в нашем следующем сюжете. В микрорайоне Дашково-Песочни есть пруд серой шейки. Ежедневно сюда приходят сотни людей, чтобы покормить уток и голубей и посмотреть на красивый вид. Оно и понятно – ухоженное место и много красивых птиц. Совсем недалеко от пруда серой шейки есть пруд безымянный. Здесь уже не встретишь так много любителей посмотреть на красивые виды. Да и утки с другими птицами почти не прилетают сюда. По словам местных жителей, причину этого можно понять, если взглянуть на цвет воды. Они говорят, что пруд не чистили уже несколько лет. Людей такая ситуация не устраивает. Во-первых, здесь сюда все скидывают и колеса, и весь этот мусор. Раньше, до этого, давно-давно, в 90-е годы, пруд этот был хороший. Здесь даже вот дома стояли, пока вот это все не построили. Здесь ходили, полоскали люди, которые жили. Дети даже здесь купались. А потом все, вот так зарос, и все, никто внимания не обращает. Утки, конечно, прилетают, но питаются они вот этой грязью. Я здесь живу, наверное, лет 12, уже 13. Как бы, да. Такой грязный был. Но сейчас вода вообще цветом. Хотя бы раньше вода была. Раньше рыбу даже ловили здесь. Сейчас вода цвета грязной лужит. На пруду ланшрутки плавали, и они, и там кто-то нагрязил, и еще, и потом они улетели на чистый пруд. Проблема не только в том, как пруд выглядит, но и как он пахнет. По словам местных жителей, ежедневно он благоухает. Однако аромат этот не из приятных. К тому же, рядом с водоемом находится несколько жилых домов и школа. Если в разгар дня неприятного запаха нет, то по утрам и вечерам ходить здесь просто невозможно. Что и говорить о приятных прогулках под сенью ветвей и романтических свиданий. Один только вид местной воды способен отпугнуть. Но, несмотря на все это, люди все равно гуляют здесь. Местные жители тянутся к прекрасной природе и хотят, чтобы она соответствовала их ожиданиям. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город. В каждом городе существует специально отведенное место. Полигон, который предназначен для складирования и хранения твердых бытовых отходов. Но, помимо этого, есть и несанкционированная свалка. И не одна. Повсеместное загрязнение окружающей среды приобрело глобальный характер. Одними из первых погрязли в мусоре большие города. Но со временем замусоривание добралось и до небольших городков. Не сбежал и от печальной участий Касимов. Овраги, леса, берега рек и озер, поля завалены мусором. В ходе мониторинга средств массовой информации сотрудники прокуратуры выявили несанкционированную свалку. Бытовые и строительные отходы свалили на берегу Оки, на улице поселка Фабрики. В межрайонной прокуратуре по результатам прокурорской проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования к ответственным лицам для очистки вышеуказанной территории. Любая несанкционированная свалка – это опасность. Каждая такая куча – это своеобразная химолаборатория, производящая вредные токсины. Атмосферные осадки, проходя сквозь кучи мусора, как через фильтр, попадают в почву, а затем в подземные воды, реки и озера. Такие места очень быстро обживают крысы и птицы. Я направлялся для осмотра несанкционированной свалки на улицу Воровского, вблизи дома номер 83, по жалобе гражданина. Следовал по улице Большакова. Рядом с домом номер 43, сразу же после моста, по левой стороне, имеется несанкционированная свалка. Мною было установлено, что неизвестный гражданин при помощи грузового автомобиля «КамАЗ» – самосвал, сгружает строительные отходы на площадку, не предназначенную для складирования мусора. После чего мною было зафиксировано непосредственно это правонарушение, выяснена личность и ему вручено извещение о вызове его в прокуратуру для дачи объяснений и привлечения к административной ответственности. Один из действенных рычагов в любом из общественных механизмов – институт ответственности. Следует помнить, что тем, кто выбрасывает мусор в неположенных местах, грозит штраф до 200 тысяч рублей. Оксана Завьялова, Александр Алабин. Специально для телекомпании «Город». С самого утра в социальных сетях появились тревожные сообщения людей, которые интересовались, почему пропал 33 маршрут коммерческого транспорта. Сегодня по городу ездило всего несколько автомобилей по этому маршруту. Как сообщили водители коммерческого транспорта, причина исчезновения 33 маршрута – это забастовка водителей в связи с повышением арендной платы. 8 июня в программе «Неделя города» появится сюжет, рассказывающий о проблеме водителей. Основная цель концепции развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – создать в регионе качественно работающую, современную, единую систему, которая позволит вести постоянный мониторинг обстановки, максимально быстро реагировать на поступающую от людей информацию, на любые происшествия и оперативно ликвидировать их последствия. Во вторник, 5 июня, в Рязани состоялось очередное координационное совещание по обеспечению правопорядка в Рязанской области, которое провел заместитель председателя регионального правительства Сергей Филимонов. Сегодня в Рязани в системе «Безопасный город» работает более 100 камер, которые размечены на центральных улицах, площадях и вокзалах города. Основная их задача – фото- и видеофиксация нарушений ПДД. Сергей Филимонов отметил, что в 2018 году в Центре автоматизированной фиксации нарушений ПДД было выявлено почти 2000 постановлений о нарушении правил дорожного движения. Сумма штрафов по ним составила более 1 миллиона рублей. 7 июня – день образования Бюро КГБ по связям с издательствами и средствами массовой информации. Славную традицию по оповещению своей нелегкой работы продолжает ФСБ России. Наша телекомпания благодарит сотрудников пресс-службы ФСБ по Рязанской области за их открытость в общении, оперативность в передаче информации и точность и достоверность всех сведений. О нелегкой работе по борьбе с терроризмом повествует художественный фильм о решении о ликвидации премьера, которого стартует сегодня в кинотеатрах России. Фильм основан на реальных событиях – о розыске и уничтожении одиозной фигуры международного террориста Шамиля Басаева. Для специалистов ФСБ преодоление себя смертельный риск – это каждодневный тяжелый труд. Но операция, о которой повествует фильм, даже для них – за пределами возможностей. Социальная защита населения – признак заботы государства о своих гражданах. Помощь в оказании подобной защиты признана оказывать специально обученные люди – работники социальной сферы. В их честь и создан профессиональный праздник – День социального работника. В 2018 году его отметят 18-й раз. Завтра замечательный наш праздник – профессиональный День социального работника. У нас есть такая традиция – мы накануне праздников профессиональных встречаемся с сотрудниками и просто пьем чай, кофе и рассуждаем, как мы живем, как мы работаем и что нам мешает жить, работать. По словам министра социальной защиты населения Рязанской области, такие встречи – это разговор по душам. Сам Валерий Емец называет свою работу служением. Что примечательно, почти все социальные работники – люди семейные. Они не понаслышке знают, как создать для окружающих атмосферу домашнего уюта. В Рязани государственную поддержку получают около 400 тысяч человек. По словам Валерия Емца, это хороший результат. На встрече министра труда и социальной защиты населения Рязанской области с сотрудниками учреждений социального обслуживания присутствовало всего 11 человек. 8 работников и 3 чиновника. Что примечательно, атмосфера, царящая здесь, больше походила на домашнюю, чем рабочую. Приглашенные гости рассказали министрам о себе, чем они занимаются и как давно работают. Наталья Богомолова – социальный работник Рязанского комплексного центра социального обслуживания населения. Говорит, что когда только устраивалась на такую работу, то очень волновалась. Были поры вначале уйти с работы, но потом в эту работу всем сердцем, всей душой прикипела. И вот так вот 25-й год. Приглашенные сотрудники отметили, что иногда в Рязанской области обязанности социального работника исполняют и почтальоны. Валерий Емец рассказал, что это инициатива Игоря Грекова, вице-губернатора. Почтальоны, которые приносят пенсию пожилым людям, общаются с ними и слушают их проблемы. Такое необычное совмещение профессий проходит на добровольной основе. И, как показали первые результаты, очень успешно. В конце встречи всем присутствующим социальным работникам чиновники подарили памятные подарки. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания «Город». В Рязани впервые прошел региональный форум гражданского общества «Детям». Он приурочен сразу к двум датам – Дню защиты детей, которые отметили 1 июня, и Дню России. В рамках форума прошло множество интересных и важных мероприятий. На некоторых побывала Мария Рудая. Детский досуг, развитие творческих способностей и наличие мест для отдыха. Обсудили на заседании круглого стола взаимодействия семьи, образовательных организаций и общества в интересах развития личности ребенка. Обозначили проблемы. Есть большая проблема подготовки дошкольников. Есть большая проблема того, что в районах не так развито дополнительное образование, в районах Рязанской области, как в городе. И вот такие проблемы мы обсуждаем. Есть пути решения, есть примеры решения. Коллеги рассказывали, как организована клубная деятельность, как организована людьми, общественниками различные проекты, которые позволяют это развить. В соседнем зале прошел научно-практический семинар. Актуальные проблемы информационной и психологической безопасности детей. В нем приняли участие руководители общественных организаций, работающих с юными рязанцами, педагоги и представители епархии. Здесь поднимались темы, актуальные для страны в целом. Мультикультурализм, толерантность, общество потребления и проблемы деструктивных культов. Еще одна важная задача с самого детства научить отличать, что в жизни точно пригодится, а что может навредить. Еще одной площадкой для проведения регионального форума «Общество детям» стал Рязанский эколого-биологический центр. Здесь ребята собрались для того, чтобы пройти экологический квест. Главная цель этого мероприятия – привлечь внимание детей к проблемам окружающей среды и совместного их решения. А еще ребята смогли весело использовать и провести время на свежем воздухе. Мы решили использовать именно форум квеста, потому что ребята находятся сейчас на отдыхе, в лагере, и им эта форума будет самое активное проявление себя. И, конечно, для организации этого квеста мы, самое главное, использовали познавательно-образовательную цель. Изначально у нас была именно по экологической тематике. Пища для ума и работа для мышц. Эко-квест – прекрасная возможность познакомить детей с экологической культурой через игру. Сами ребята были рады такой возможности. Сейчас принимала участие в эко-квесте, в котором мы разделились на команды и выполняли разные задания, связанные с экологией. Мы проходили несколько станций, на которых мы отвечали на вопросы, связанные с природой. Я узнала много нового, как выглядят, например, личинки разных насекомых, как выглядят разные деревья некоторые и многое другое. Мне очень понравилось. Я считаю, что такие квесты надо проводить чаще. Восемь интерактивных площадок, где ребятам предстояло нарисовать свой экологический знак и плакат, пройти эко-блиц, узнать о раздельном сборе мусора и познакомиться с самыми разными насекомыми. Вот она уже! Смотрите, это у нас ручейники. Так как у них много врагов, они строят себе домик. Домики могут строить. Вот видите, это сок такое растение. Со соки построен домик. В этом чудесном бассейне у нас личинки насекомых. Личинки есть ракообразные, есть моллюски, есть пиявки. Вот у детей было задание. Из всего этого разнообразия они должны были найти деток-стрекозы. Еще на одной площадке мальчишки и девчонки смогли повторить свои знания по биологии и узнать о новых деревьях. На небольшом участке расположено четыре хвойных дерева. Пихта, сосна, вот это лиственница и ель. Дети должны угадать правильно эти деревья и дать точный ответ. На каждую новую площадку команды должны были перебежать с уже готовым заданием. Учитывалась скорость выполнения, уровень знаний и, конечно, смекалка. А еще у участников была уникальная возможность пообщаться с Глашой и Агатой, которые паслись на траве рядом с одной из площадок. Мария Руда и Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 июня на территории области местами ожидаются сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Дождь, гроза. Главное управление МЧС России по Рязанской области напоминает жителям и гостям региона меры личной безопасности. Не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередач и деревьями. По возможности ограничьте время нахождения на улице. Воздержитесь от поездок на транспорте без особой необходимости. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Природа ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 525354. Коттеджный поселок Дубровка. Коттеджный поселок Дубровка. Коттеджный поселок Дубровка. Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok